Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор, забытый шиноби, и там я был избранным место. Мира вы выбрали за город, в душе у ребёнка оставили радость, забытый огонь. На моём пальце, кровь на клинке, яся на кацюке. Это был дождливый и ничем не примечательный день. Он возвращался с очередной миссией. Уставший, измученный в своей или чужой крови. Дождь застилал ему глаза. Как и кровь, которая сочилась из глаз. Парень прекрасно понимал, что жить ему осталось недолго. Слепота слова, которая знакома всем у Чихо, ведь рано или поздно все они с этим сталкиваются. Итачи не боялся убивать, он делал это с детства. Ребёнок войны вот что можно было про него сказать. Рано взял в руки оружие. Рано стал губителем чужих душ. Слишком рано забыл о себе. Единственное, чего он хотел, чтобы его младший брат не почувствовал, каково убить Кагото, каково смывать чью-то кровь с одеждой или оружия. Но парень понимал, что это неизбежно, но всё равно старался отстрочить тот миг, когда Саски возьмётся за оружие и перережет чью-то глотку. Каждый раз, когда он возвращался с Мисси, младший брат просил потренировать его. Но Итачи всегда отвечал лишь одно, прости, маленький глупый Саски осторожно прикасался двумя пальцами к колбу мальчика. Этот знак был чем-то интимным для Итачи, ведь он делал так только своему брату. Он слишком любил свой клан и Канаху. Жертвовал собой ради благополучия Учих. И даже вырезал свой клан по приказу Данзо. В тот день всё пошло наперекосяк. Сначала его близкий друг, Шису Учиха, потерял свой глаз. За ним была погоня Данзо, хотел себе глаза Учихи. Но Тюси парень передал свой второй глаз Итачи и сбросился с обрыва. Это стало точкой невозврата. По деревне уже ходили слухи о том, что клан Учиха готовил переворот. Третий Хакаги, Сарута Бехерузин и глава корня, Шимура Данзо, хотели препятствовать этому, но у них были слишком разные методы. Потом приказ вырезать свой клан. Приказ есть приказ, выбора у Итачи не было. Но он смог договориться, чтобы хотя бы его младший брат остался жив. В ту ночь от его руки пало неизмеримое количество людей. Он убивал. Убивал женщин и детей, чьих-то матерей, сестр, мужей. Никого не жалел. Единственное, что он помнил о той злополучной ночи, это кровь. Много крови. И вымоченные глаза матери, но так горячо им любимая улыбка на ее лице, даже от вечно угрюмого отца исходила нежность. Он любил своих родителей, но был вынужден убить их. Потом пришел Саски и увидел своего любимого Нисана с катаной в руке. Увидел тело своих родителей. «Не навить меня, стань сильнее и приди, чтобы убить меня» Мальчик смотрел на него отрешенным глазами. Он не понимал, что случилось, и как его Ниссан смог сотворить такое. После этого Итачи исчез, а маленький брат остался нищим. В ту ночь парень покинул Канаху. Ему дали звание Нукинина Эсранга. Некоторое время спустя он прознал про Акацуки преступная организация под началом некоего Пейна. Он решил вступить. После вступления он получил кольцо с красным камнем, внутри которого было выгравировано Канзи, означавший алый, и черный плащ с большим воротником и красными как кровь облаками. Также к нему приставили напарника Хашига Кикисами. Это был весьма жуткий тип, вечно носивший с собой двуручный меч Самихода. Итачи выполнял задания, много заданий и опять же убивал. После очередного убийства он возвращался в свое временное жилье. Именно тогда он встретил ту белокурую девушку, имевшую необычайно красивые изумрудные глаза. Я знаю ее. На елбу красовался протектор Канахи. По ней было видно, что она сражалась и, судя по всему, была ранена. Но на ей лице была улыбка. Тплая и нежная. Итачи сразу вспомнил Микото Учиха свою мертвую косанную покорную жену главы клана. Глядя на улыбку девушке в груди одновременно заколола и повеяла трепетом. Не думая, парень бросился к ней. Итачи решил проверить, жива ли она. Подойдя к ней и не теряя бдительности, отступник коснулся ее запястья. Холодная, но живая, подумал он. Он поднял ей на руки и переместился в свое временное жилье. Придя домой парень провел осмотр. Он не был медиком, но сразу смог определить, что у девушки сотрясение, проблема с ногой и сильное истощение. Тплая перевязал ее раны и пошел искать ужин. Итачи пошел в лес, чтобы словить кролика. После того, как кролик был пойман, юноша убил его и начал вынимать внутренности. Когда дело было сделано, парень приготовил рагу и животного. Тем временем девушка уже проснулась. С головной болью и сильной усталостью. Попытка встать с кровати не увенчалась успехом. Она решила бросить неудачные попытки встать с кровати и вспомнить, что с ней случилось. Меня зовут Мирика, мне 18 лет. Я из клана Фума. У меня есть старший брат Харука, мой отец глава клана. Мне поручили миссию Беранга по сопровождению какого-то старого чиновника. На миссии я знатно так вымоталась, так как не спала трое суток, и на нас несколько раз нападали шиноби из других деревень. На обратной дороге на меня напали нукинины, я разобралась с ними. Но меня ранили кунаем резкий удар в ногу и ощущение жгучей боли. Последнее, что я помню, это странный высокий парень в черном плаще с высоким воротником. А далее мир погрузился во тьму. Мда, не густо, хорошо, что я память не потеряла, а то пришлось бы худо. Пребывая в раздумьях, она не заметила, как в комнату вошел тот самый парень в плаще. Девушка подорвалась с кровати, но как только ноги коснулись холодного пола, по ноге прошла жгучая боль. Девушка осела на пол. Итачи приблизился к незнакомке, так как крестил ей парень. Так хорошо знакомая незнакомка. Девушка подняла свой взгляд к парню, но застыла в ужасе. Немой крик застыл в ей горле. Хрипло и здравствуйте, это единственное, что смогла из себя выдавить девушка. Встать сможешь? Спросил парень пристально, смотря на девушку. Мирика попыталась встать с кровати, но у нее ничего не получилось, и она получила лишь новую волну боли. Понятно, ответил парень. Итачи присел, чтобы поднять девушку, но девушка отползла от него. Ты не мая? Спросил парень и выразительно посмотрел на незнакомку. Я сама испуганно подняла свой взор на черные каком-то глаза. Девушка попыталась встать с холодного пола, только у нее начало получаться как от ноги по всему телу. Прошла резкая боль. Незнакомка начала вновь осадать на пол, но ее вовремя подхватил под руку Итачи. И с помощью парня она села на кровать. Девушка начала рассматривать своего спасителя. Довольно высокий парень, худощавого телосложения. Длинные черные волосы, собранные в низкий хвост на затылке, темные как воронье крыло глаза, от внутренних уголков глаз к середине щек шли полосы, то ли шрамы, то ли морщины. На ногах синие-белые сандалии. Под плащом носил темно-синюю рубашку и брюки того же цвета. Также на шее у него необычная цепочка с тремя кольцами. На безымянном пальце правой руки красное кольцо. Вдоволь насмотревшись, она хотела начать рассматривать свое окружение. Но от раздумий ей прервал низкий голос парня. Насмотрелась? Скажешь хоть свое имя? И вопросительно поднял правую бровь, глядя на незнакомку ему сложно не заметить животный страх в ей глазах. Он убил стойких людей, что ему легко определить, что чувствует человек. Девушка съежилась под стальным взглядом парня. По спине пробежали мурашки от его проницательного взгляда. Было ощущение, будто бы он проникает под кожей и заглядывает в самые сокровенные уголки ее души, будто знает все ее надежно спрятанные тайны, секреты, пожелания и мечты. Молчишь. Парень устало прикрыл веки и начал массировать виски. Поговорим позже. Последний раз кинув взгляд на незнакомку, развернулся и хотел уже выйти из комнаты. Как услышал тихая Мирика из клана Фуума, удовлетворенный ответом Итачи, покинул комнату, оставив девушку наедине со своими мыслями. Выйдя из комнаты, парень отправился на кухню. Нужно было накормить Мирика и осмотреть ее раны. Взяв поднос с едой и медицинские приборы, он направился в комнату девушки. Войдя в комнату, парень застал ее за попытками встать с кровати. Может, уже прекратишь свои попытки встать? Конечно, мне плевать, что с тобой будет точка, если хочешь сдохнуть вперед. Недовольно окинув взглядом девушку. Ну и дура точка слишком легкомысленная и только чему я учил какаши. Итачи поставил лекарство на прикроватную тумбу, а сам подошел к Мирике с подносом в руках. «Ешь, или ты хочешь усилить свое истощение?» Нервно ответил Итачи. Девушка посмотрела сначала на парня, не увидев ничего кроме холода на его лице и перевела взгляд на поднос в его руках. С недоверимо окинув взглядом еду, что лежала в тарелке, она отвела взгляд. «Не бойся, еда не отравлена. Если бы я хотел убить тебя, то сделал бы это при нашей первой встрече», — спокойно бросил парень и все еще держал поднос в руках. «Я не голод», — на ее голос прервало урчание живота. «Твою мать, не хватало еще, чтобы надо мной ржал Нукинин. Стыдобо». Парень тихо хмыкнул в ответ и передал поднос девушке. Итачи подошел к окну и начал смотреть на серые тучи. Мирика осторожно поднесла палочки с едой к лицу. Понюхав, она медленно положила кусочек мяса на язык и прожевав его, проглотила. Девушке понравилась еда и она начала есть быстрее. Покончив с едой, она немного смущенно подняла взгляд на парня. Наелась? Итачи вопросительно посмотрел на нее. В ответ девушка легко кивнула. «Может, назовешь свое имя?» «Мое, ты знаешь, девушка посмотрела в глаза парня и улыбнулась уголком губ». Итачи удивился. Он-то думал, что девчонка поняла, кто он и что сделал, поэтому боится. Парень думал, что каждый человек из Канохи знает его имя и видел его лицо на плакатах о розыске. Учихо решил рискнуть и назвать свое настоящее имя. Итачи. Учихо Итачи тихо ответил парень. Подняв взгляд на Мирика, парень увидел искреннее удивление и легкую улыбку. «Будем знакомы Итачи». Учихо девушка еще сильнее заулыбалась. Итачи отвернулся от девчонки. «Потом поговорим тебе еще надо перевязать рану на ноге», — сказал Итачи. «Все же, ты не изменилась». Взяв медицинские принадлежности, стумба подошел к девушке, присев на колени парень сначала стал снимать старый окровавленный бинт. Когда бинт был снят Итачи осмотрел рану. Закончив осматривание рану, он начал заливать все перекисью, но остановился, ведь девушка начала шипеть от боли. И подняв удивленный взгляд на девушку, увидел прикушенную нижнюю губу и побелевшие костяшки пальцев. «Терпи, я почти закончал», — сказал парень и начал делать все быстрее. Итачи знал, что у Мирика быстрая регенерация, уже через несколько дней она была на ногах. За эти дни парень и девушка успели немного сблизиться, даже успели провести спарринг. Правда, закончился он тем, что Мирика, увидев паука, который мирно полз по траве, бросила оружие и со страху забралась на дерево. «Мирика, слезай, ты же знаешь, что я не буду тебя оттуда снимать Итачи», устал и закрыл глаза, и поднес кончики пальцев к вискам и начал легко массировать их. Подняв взгляд на девушку, что сидела на ветке дерева, парень шумно выдохнул. «Боже, как ребенок.Мирика, сколько тебе лет?» Парни словно забавляла вся эта ситуация, в глазах проскальзывали смешинки. Итачи было смешно наблюдать за девушкой, что надулась как воробей, но все же ответила. «Я не ребенок. Мне почти восемнадцать лет», — громко выкрикнула Мирика. Парень посмотрел на нее смешком в глазах, ведь прекрасно знал, сколько ей. Учиха недолго думая, одним прыжком забрался на ветку, на которой сидела девушка, точка, и с маниакальным взглядом парень начал подходить к Мирика. Девушка начала потихоньку отползать к стволу дерева, но не успела она опомниться, как ей словно мешок картошки закинули на плече. Вот так головой вниз девушка ждала, пока Итачи спустится с дерева, точка, как только его ноги коснулись травы парень хотел уже поставить свой груз на землю, но девушка начала барахтаться, словно загнанный в ловушку зверь. «Нет! Нет! Нет! Только не ставь меня на землю!» Нервно начала свою тираду Мирика. Попутно пытаясь как можно крепче зацепиться за спину Итачи. Парень же был непреклонен и не собирался всю дорогу нести Мирика. «Сделай все, что хочешь, только не ставь! Прошу тебя!» Девушка начинала потихоньку разводить сопли. Мирика удалось обнять тёчху со спины и скрепить свои руки чуть ниже его грудной клетки. «Все! Успокойся и сопли подотри!» «Можешь не бояться, я не собираюсь ставить тебя на землю!» Парень устала выдохнул и покрепче обхватил ноги девушки, чтобы та не упала. Девушка же расслабилась и начала что-то лепетать на ухо парню. Вот так тихо переговариваясь парочка пришла домой. Мирика только переступив порог дома сразу же вихремом мчалась в ванную, чтобы смыть с себя грязь и пыль после спарринга. Натирая свою кожу до покраснения она думала что делать, ведь пора возвращаться к семье. Девушка провела с Итачи почти месяц и как бы то смешно не звучало, привязалась к вечно угрюмому парню. Как бы хорошо ей не было с малознакомым мучхой, клан есть клан и тем более она химия, да и брат наверное переживает за свою имато. Младшая сестра. Складывается ощущение, будто бы мы знакомы вечность. Мирика решила что подумает что над этим зауженным вытерлось полотенцем, что висела на крючке возле двери ванной и начала надевать одежду что заранее приготовила перед спаррингом. Надев черные шорты и футболку парня, она вышла из ванной. И юноша же остался чистить снаряжение, так как через несколько дней хотел взять задание. Итачи думал что ему делать с девчонкой, ему было плевать на то, что она знала где находится его временное жилье, так как через несколько дней его там уже не будет. Хоть он и убийца, убивать солнечную девчонку что так похоже на его брата в детстве, не хотелось от слова совсем. Парень думал отпустить Мирика, но его тревожили мысли о том, что он теряет бдительность рядом с ней. И за раздумий его вырвал веселый и беззаботный девичий голос. Надо бы ужин приготовить задумчиво пролепетала девушка и села напротив Итачи. Парень же в ответ легко кивнул. Мирика встала со стула и подошла к холодильнику. Открыв его девушка осмотрела продукты и тут в белобрысую голову пришла идея. «Я приготовлю коря, ты не против?» Обернув голову произнесла Мирика, глядя прямо в глаза парня. «Кухня в твоем распоряжении, если будет нужна помощь, то зови» Ответил Итачи, встав со стула вышел из комнаты и побрел на улицу. Немного постояв и посмотрев вслед парню Мирика принялась за работу. Взяв из холодильника все нужное и сварив рис, подошла к плите и включив ее девушку взяла сковородку. Разогрев в ней масло она добавила мелко нарезанный лук и принялась нарезать сырую курицу, параллельно помешивая лук. Когда курица была нарезана девушка добавила ей к луку. Обжарив лук и курицу Мирика достала приборы, что стояли на полке сверху. Сделав все необходимое, девушка набрала кори в тарелке и поставила их на стол. Осмотрев свое творение, девушка пошла искать Учиху. Обойдя все комнаты, она не обнаружила парня. Мирика решила использовать свои способности сенсорики. Обнаружив парня в нескольких метрах от дома, девушка решила просто позвать его. Выйдя из дома, Мирика направилась прямо к Итачи. Последний же медитировал под листвой старого дуба. Учуяв приближение девушки, Учиха прекратил медитацию. «Все, я приготовила радостно», сообщила Мирика и села рядом с Итачи. В ответ парень легко кивнул и поднялся с травы. Точка, когда он встал, тут же отряхнул штаны от травы пыли. Девушка невольно засмотрелась на черные волосы, что красиво переливались при свете луны. «Ты идешь?» Не оборачиваясь, спросил Учиха. В ответ девчонка легко кивнула и встала с травы. После трапезы, через страх и сомнения, Мирика все же решилась поговорить с парнем. Нет, она не боялась Учиху, но все же он вызывал тревогу где-то внутри. «Я планирую завтра пойти в Канаху», отрезала девушка. Парень кивнул. «Где-то половину пути я пройду с тобой». «Почему?» Выпросительно взглянув на Учиху, сказала Мирика. «Я взял миссию, так что нам по пути спокойно», произнес парень. «Утром выдвигаемся в путь, выспись, а то мне не хочется тащить твою сонную тушку». В ответ девчонка что-то возмущенно и неразборчиво пролепетала. Парень же просто окинул взглядом кухню. Помог собрать со стола грязные приборы и положил все в раковину. Выйдя из комнаты, Тачи направился в временную спальню. Мирика помыла тарелки в раковине. Вытерев их, поставила на полку. «Все же, ты не изменилась». Парень не помнил, когда последний раз спокойно спал. Сновидение или же кошмары постоянно преследовали его. Ощущение того, как твоя катана пронзает тело матери и отца, пусть Фугаку не был хорошим отцом и не лучшим мужем. И Тачи помнил то, как он улыбнулся, глядя на то, как старший сын пронзает его грудную клетку. А мать была умной женщиной, на людях покорная жена, которая не смеет слово поперек слова мужа сказать, но наедине, могла спокойно раскритиковать или дать умный совет, к которому обязательно нужно прислушаться. В детстве он даже хотел найти себе жену, похожую на маму. Проснувшись, когда солнце видело сотый сон, парень пошел в ванную, чтобы умыться и сбросить остатки столь желанного и спокойного царства. Морфи, которого у него никогда не будет. Подойдя к раковине, Тачи посмотрел на свое отображение в зеркале. Его не обрадовало то, что он там увидел. Черные омуты, что в детстве искрили с счастьем. Сейчас потухли.Н.Е той радости. Если она вообще была. Недосыпь и усталость давали о себе знать. Синяки под глазами будто бы сильнее потемнили. Ни когда мускулистое тело стало худощавым, но не менее крепким. На него из зеркала смотрела та версия себя, которую он в детстве отталкивал как мог. Парень помнит, как говорил, что когда вырастет, станет сильнее и будет защищать семью. Деревня. Помнил его мечту о тихой мирной жизни, которой не суждено было сбыться. Устало выдохнув Итачи протер глаза и рывком включил холодную воду. Подставив ладони под воду, он набрал в них немного воды, чтобы умыть лицо. Парень думал, что это поможет ему взбодриться, но нет. Он привык. Привык к ледяной воде. Привык к крови на своих руках. Привык к растущей темноте в глазах. Хотя она порой вызывала страх. Привык к одиночеству. Привык к всепоглощающему ощущению пустоты. Тем временем девушка проснулась. Встав с нагретой подушки, девушка старалась перебороть желание умаститься поудобнее и провалиться в сон. Победив в этом нелегком сражении, Мирика все же встала с кровати и направилась в комнату парня, чтобы выпросить у него одежду ну или хотя бы футболку, так как шорты у нее были. Выйдя из комнаты и идя по коридору, девушка думала над тем, как она будет объясняться перед отцом и братом. Ведь ей не было в деревне почти месяц. Хотя миссия была легкой и затянулась бы на недельки две максимум. НЕ сумев придумать что-то стоящее, Мирика решила забросить гиблое дело. За мыслями она не заметила, что дошла и теперь стоит напротив комнаты и тачи. Сжав ладонь в кулачок, девушка поднесла ей к деревянной двери. Собравшись с мыслями, Мирика хотела уже постучать, как дверь открылась в дверном проеме, показался мужской силуэт. Парень окинул девушку удивленными глазами. И тачи уже хотел спросить, почему Мирика пришла, но потом до парня дошло, что она пришла клянчить одежду. Учхо, одарил Мирика скептичным взглядом. Такими темпами-то у меня всю одежду заберешь с насмешкой, сказал парень. Но все же пропустил девушку в комнату. Подойдя к шкафу и тачи наугад выбрал темную футболку и отдал ей Мирика. Последняя же с улыбкой забрала ей. Не обеднейшко лкостью ответила Мирика. Парень отчетливо видел, как в глазах этой лисице плясали черти. Он на сознательном уровне понимал, что хитрая девчонка что-то задумала. Вот только парень не мог понять, что точка. Но понял одно, это что-то явно плохо закончится. И поэтому парень решил остановить неугомонную девчонку. «Либо ты сейчас сама успокоишься, или я помогу тебе сделать это с натиском», проговорил и тачи. Смотря сверху вниз на девушку, он заметил, что она слишком маленькая, где-то ниже его плеча. «Я поняла, не надо мне с этим помогать», отрезала Мирика и выставила руки в извиняющемся жесте. «Вот и хорошо» с еле заметной улыбкой проговорил парень, смотря на девушку, что надулась как мышь на крупу. «Я так вижу ты уже умылся тихо», сказала она, смотря на капли воды, что стекали с волос цвета вороньего крыла. В ответ парень просто кивнул. «Ладно, не смей задерживать» хитро пропела Мирика, смотря на реакцию у чихи. И тачи видел, что она хочет втянуть его в свою игру. Но нет, его не так легко обмануть и тем более переиграть. Точка парень решил прекратить ей бессмысленные попытки, вывести его из себя. «Иди уже, прекрати пытаться втянуть меня в свои игры», сощурив глаза отмахнулся от назойливого взгляда девушки. «Ладно, ладно, я поняла, больше и так не буду виноватым голосом», ответила та. Выйдя из комнаты и тачи, я направилась в ванную, чтобы умыться и сбросить остатки столь приятного сна. Зайдя в ванную, тело обдало горячим паром. Точка это была даже приятная точка ощущения нежеланного тепла, пусть и не человеческого, но это приятно. Мирика встала перед зеркалом, чтобы умыть лицо и почистить зубы. Точка девушка не видела смысла в принятии души перед дорогой. Дорога будет недолгой, но утомляющей, муторной и грязной. Но как же без этого? Точка умывшись, Мирика завязала волосы темной лентой. Точка посмотрев на свое отражение, девушка улыбнулась и мысленно пожелала себе удачной дороги. Кое-как натянув на себя футболку парня и свои потрепанные шорты, девушка вышла из ванной. Зайдя на кухню, она увидела, как это чико пошился на плиту и в попытках пожарить глазунью. Тихо посмеиваясь, девушка подошла посмотреть, что у него не получается. Подойдя, она увидела хорошо прожаренную глазунью. Но она не понимала, что не нравится парню. И выдержав, Мирика все спросила, почему что с ней не так. Она подгорела спокойно, ответил парень, прожигая в бедной сковородке с глазунью дыру. Девушка с непониманием покосилась на чеху. Но решила не вмешиваться в борьбу и точей глазунью. Успокоив свои мысли, Мирика поставила кипятиться воду на чай. Как только вода вскипятилась, девушка сделала обоим чай. Через несколько неудачных попыток, парень все же приготовил завтрак. Накрыв на стол, сожители начали поглощать пищу. За трапезой решился вопрос о маршруте. Конечно, они могли идти по прямой, но был довольно-таки большой риск встретиться с другими. Шиноби. В сопровождении учихи, девушка ничего не боялась, ведь знала, что парень не даст ей в обиду. Все же прожив с ним почки месяц под одной крышей, они довольно-таки хорошо сблизились с точкой. Но что делать, если великого палача у чих-члена Акадски увидят с химиклана Фума? Если же у парня проблем не будет, то у Мирика их будет выше крыши. Начиная с претензий от отца, заканчивая допросом уибики или промывкой мозгов у иманок. Это уже как повезет. Выбрав блееме не хороший и безопасный путь, странный дуэт у чихи Фума решил потихоньку выбираться из дома. Вещи были собраны и запечатаны в свитке еще вечером. Но парень все-таки решил обезопаситься, он взял еще несколько кунаев и сурикинов. Даже вручил Мирика несколько взрывных печатей. Наконец-то выйдя из дома они сначала двигались не спеша, но со временем перешли на бег по деревьям. Двигались они довольно долго, девушка начала уставать, так как выносливость у нее была порядка меньше, чем у чихи. Последний же увидев ей состояние, решил пожалеть девчонку. Устроив привал, парочка решила перекусить. После сего действия они решили остаться, ведь уже довольно-таки поздно, да и ночью двигаться не хотелось от слова совсем. Парень решил сходить за ветками для костра. Точка, конечно, было рискованно разжигать костер в лесу ночью, но выбора у них не было. Либо замерзнуть от холода или пережить нападение. Конечно, на беточками река осталось раскладывать спальные мешки и расчищать место для костра. Насобирал веток, Итачей вернулся к месту ночлега. Точка, когда парень разжег костер, они усилились друг с другом. Смотря на костер, каждый думал о своем. Точка, тишина, что возникло между ними, была уютной что ли? Это не была неловкость. Точка, но внезапно девушка решила разрушить эту тишину. Мы же еще встретимся. С надеждой в глазах, тихо спросила она. Вопросительно посмотрев на парня, девушка увидела небольшую задумчивость. Не знаю, может быть задумчиво ответил Итачей, смотря прямо в глаза девушке. После этого никто не решался нарушить тишину, что вновь возникло между ними. Потихоньку сонливость начала брать вверх. Точка, но я выдержав этого Мирикос, не выдержав этого, Мирик оперлась на дерево. Точка, парень видя это, тихо приблизился к спящему телу. Точка, присев так близко, что их бедра соприкасались. Аккуратно дотронулся к голове девушки, и так же легко прижал к своему плечу. Точка, казалось бы, что парень не обратил на нее внимания, но нет. Точка, внутри него бушевала целая куча мыслей. Точка, он понимал, что слишком близко подпускает к себе неугомонную девчонку. Точка, но если посмотреть с другой стороны, то ему было приятно и ей тепло. Точка, наверное, он просто давно ни с кем не заводил таких отношений. Казалось бы, здравый смысл кричит остановить. Дурак. Сейчас же отойди от нее. Брось. Выбрось из головы белокурые волосы. Все же, решив хоть немного последовать этому сдавому смыслу, чихо поднял девчонку и перенес ее на спальник. Точка, положив туда Мирика, он укрыл ее покрывалом. Точка, после всего действия парень сел, обратно на уже остывшее место. Точка, стало холодно, но хорошо, что еще были ветки для костра. Итачи просто сидел и смотрел, как трескаются ветки в костре, слушал угук и не совы, что сидел и ветки над ним. Точка смотрел на Луну, что светило ярче. Обычного точка смотрел, как светят звезды. Их было хорошо видно, так как небо было безоблачное. Парень не смыкал глаз, ведь на них могут в любой момент напасть. Точка, конечно, ему было не страшно. Точка, если так случится, то он легко отобьется. Точка, она была на сторожи. Точка, кто его знает, что произойдет. Начало светать, Итачи всю ночь сторожил лагерь. Точка, конечно, Мирика встала и пыталась загнать парня в спальник, чтобы он хоть чуть-чуть поспал, но он был непоколебим. Точка, бросив гиблое дело, девушка обратно заснула. Позавтракав, они выдвинулись в путь. Точка, решив не идти по земле, Парыша набе перешла на бег по деревьям. Точка, продолжая путь, они заметили, что солнце было в зените. Точка, остановившись на привал, чтобы перекусить и отдохнуть. Точка, съев по пилюле странный дует, продолжил путь. Приближалась точка их расставания. Дорога продолжалась, приближалась точка расставания. Точка, путь был спокойный. Точка, днем пели птички, ночью было слышно угук и не совы. Шинобины на них не нападали, что было странно. У Мирика появилось плохое предчувствие. Точка, да и ворон много было, конечно, она не суеверная, но все это нагонял тревогу. Ощущение того, что что-то не так разъедало изнутри. Парень видел, что с Мирика что-то не так, но все же не поддавал виду. Точка у каждого свои тараканы в голове, мысленно повторял себе он. Но и точи не выдержал и спросил, что с ней. Ответ был непонятным. Не знаю, но мне тревожно. Точка что-то определенно случилось или случится. Точка неспокойно проговорила та. Успокойся, все хорошо, честно говоря, все это начиналось действовать юноши на нервы. Он успокаивал себя тем, что скоро он оставит ее, и все вернется в освоясь. Вот-вот они разойдутся. Сейчас свернуть налево. 50 метров. Развилка. Прощание. От лица Мирика, дальше мне нельзя, еще около 20 километров, и ты увидишь врата в Канаху. Проинформировал парень. Если на чистоту, то я побаиваюсь и точи. Ну типа он Нукинин и все дела. А вдруг он что-то сбрендит и захочет убить меня? Я-то в своих силах не сомневаюсь, но иди против Нукинина и с плюс ранга было откровенно глупо. Да и не мне тягаться против Шарингана. Он меня на раз-два победит. Но думаю, тумаков я ему надаю. Малая часть моего сердца все же жалела парня. Но страх и осторожность были превыше всего. Конечно, я понимала, что он не станет спасать и тренировать меня, чтобы потом убить. Да и то время, что мы провели вместе. Но не знаю, как для него, но для меня это ценные воспоминания. Поскорей бы вернуться домой, принять ванну или погулять с Энэхи на той. А еще лучше было бы потренироваться с братом. Но, как говорится, мечтать не вредно. Черт, поскорей бы домой. Все же расставания нагоняют тоску. Слушай, мы еще встретимся. Девушка неловко опустила глаза. Черт, глупость сморозила. Надеюсь, он не разозлится. Мне не симпатизирует перспектива убегать от разъяренного Нукинина. Ну не будет же он марать руки. Блять, опять хуйня сморозила. Уэннукинин. Конечно, ему не впервые убивать. Ну в крайнем случае, буду спасаться бегством. Ну, или Шумшином, да ворот Канохи. Думаю, чакры хватит. Надеюсь, я выживу. В ответ я услышала тихих мык. Лежу мне послышалось? Наверное, послышалось. Подняв глаза, я не увидела никого. Твою мать. Где он? Он ушел Шумшином? Или вовсе все это время это было Клан? Да нет, не было слышно характерного пыль, что раздается при рассеивании. Видать, использовал Шумшин. Поплевать, хорошо, что ушел. Крутанувшись на носках, девушка направилась по дороге. Вот и ворота. Я дома. Чегото не хватает. Ну вот только, чего? Сначала направляюсь домой и приведу себя в порядок. Потом уже в резиденцию. Мы с братом живем в клановом поместье, на окраине деревни. Недалеко от бывшего квартала Учих. Открыв дверь дома, меня встретила звенящая тишина. И именно сейчас она действовала на нервы. Хотя в любой другой день, она была бы приятной. Не то, чтобы я любила тишину. Просто она дарит покой и умиротворение. Что ли? Светке упорхнул ворон. Никого нет дома, хм, даже грустно как-то. Пройдя по коридору, Мирика направилась в свою спальню. Взяв все нужные, а именно футболку и шорты. Девушка пошла о душ. Сделав свои дела, я направилась в резиденцию. Решив скоротить путь, я передвигалась крышами. По дороге даже встретила знакомые лица. А именно Лига и Сенсея, которые орали о силе юности. А именно о том, что сейчас я в самом яросвете. Бред, не так ли? Вот и я о том же. Наконец я добралась до грибаной резиденции. Тихонько миновав стражников, которые мирно посапывали на посту. Уволить на хер. Я вошла в помещение. Сразу направилась к кабинету Хакаги. Постучав три раза и получив ответ, я медленно открыла дверь. Бегла, осмотрев кабинет, мне даже стало жаль третьего. Увидев стопки документов, что лежали на полу и на самом столе. Поморщившись, я подняла глаза на старика, что сидел в кресле. Сарута Бехерузен, третий Хакаги и сильнейший человек в деревне. У этого человека много прозвищ. Но как по мне, то самые запоминающиеся король обезьян. Ну а что? Круто звучит. Мирико Фуума, докладывая. Покуривая, спросил третий. Миссия прошла относительно спокойно, сопроводив до часа на меня напали. Благо их было немного, около четыре человек. Слабые чунины. Замечала что-нибудь странное? Подняв одну бровь, Сарута Би вопросительно взглянул на меня. Птицы, их было слишком много. Мило улыбнулась Мирико. В ответ Хакаги кивнул. Молодец. Мож быть свободна. С тяжелым вздохом, третий вернул свой взор на стопки бумаг, валяющиеся на столе. Поклонившись, я вышла из кабинета. Фух, не люблю отчитываться. Я решила не рассказывать о встрече с Атачи. Ну а что, зачем ему знать это? Да и плевала я на эту деревню. Вот поддамся в Анбу, и жизнь интереснее станет. Если, конечно, не убьют на первой же миссии. Да пошло оно все. Может пойти тренироваться? Если да, то с кем? Отец не дома, брат тоже. Может кому-то из джоунинов напроситься? Блин, а идея то хорошая. Да вот только, к кому? Гайк, краткий вопросительный знак нет. Точка куриной? Не, не мою точка, конечно, она баба огонь, но не мой типаж. Может, к какаши сыну? Он вроде бы свободен. Идея то охуительна, но вот только есть проблемка. Точка хатаки пошлет меня. Попытка не пытка. Стоя перед дверью хатаки, она не знала, что ему сказать. Точка что-то в духе «Здравствуйте, какаши сын, можете потренировать меня?» «Не, такое с ним не пройдет. Точка надо что-то другой. Точка да, вот только что?» или пойти напролом. Плевало я на эти тренировки, пойду лучше погуляю. Точка может, по дороге встречу хатаки. Черт, слишком много людей. Точка да, и скучно. Точка, когда там отец вернется? Или хотя бы брат. Точка скучно. Ёть-ть, твое уж налево, фух, чуть не наебнулось. Во время моих великих раздумий, в меня кто-то врезался. Точка, и не кто иной, а будущее Хакаги. Ну или по-простому шила блондинистая точка. Почему шила? Да потому что ему на месте не сидится. Вау, ты поосторожнее, посмотрев в глаза у Зумаки, я увидела не что иное, как фингал точка. Да и еще какой. Почти на пол лица. Точка, как он его получил. Ну и кто тебя так? С трудом сдерживая смех, спросила я. Мальчишка недовольно посмотрел на меня. Тебе-то какая разница? Фыркнул он, и отвернулся от меня. Точка, честно говоря, он меня взбесил, я значит по-хорошему к нему, а он как козли на последний. Сейчас ты у меня еще один получишь, только на второй глаз. Узумаки недовольно прищурил глаза. Схватив последнего за руку, я потащила его к себе домой. Точка, нет, ну не оставлять мальчишку с таким фингалом. Пойдем. И пошевеливаяся, выкрикнула, и покрепче схватила его. Точка, вдруг убежит. Зайдя в дом, и усадив Наруто на диван, я пошла искать аптечку. Найдя последнее, я присела около мальчика. Ну, рассказывай, что случилось? Вынимай все необходимое, спросила я. Это все это глупые теми. Как ты что ли обижена? Пролепитал он. Из-за чего подрались? Конечно, я прекрасно знала о вражде этих двоих. Но это уже как-то перебор. Это он виноват. Опять корчит из себя слишком умного. Все же жаль мне мальца, Наруто все-таки старается стать сильнее. Я попал в одну команду с ним. Хорошо, что хоть Сакурачин с нами. Еще этот глупый Сенсей опаздал на три часа. Команду? Сенсей? Сегодня что ли распределение было? Сакурачин? Кто это? Но все же, видя как он рассказывает о ней, это кто-то дорогой для него. Ну и кто же твой Сенсей? Мне честно говоря, жаль его Сенсей. Как там его? Какаши вроде. Переваривая услышанное, мои глаза округлились от шока. Какаши. Да ладно. Он и дети. Не удержавшись, я залилась смехом. Наруто же с удивлением посмотрел на меня. Что смешного? С подозрением спросил он. Опомнившись, я перестала смеяться. Кстати, что там с твоим учешенком? Почему подрались? Я решила проигнорировать его вопрос. Он не идиот последний. Заносчивый. И обиделся Куручан. И еще много чего другого. Со злостью выкрикнул Узумайки. Хочу пожелать Хатаке удачи, я бы суициднулась такой командой. Не говори так о нем. Я уверена, что Саски не такой уж и плохой человек, как ты думаешь. Поглаживая мальчика по голове, проговорила я. Ну а что? Они все же дети. Надо бы им помириться. Узумайки насупился, но промолчал. Лишь подсунул голову для ласки. Подружись с Саски. Я думаю, вы поладите. Да и без взаимопонимания не будет командной роботы. Обняв мальчишку, я поглаживала его волосы. Все же, я люблю этого ребенка. Хорошо, я попробую. Прошептал последний. Кстати, ты голоден? В ответ послышалось урчание живота и красные уши. Быстрее. У нас миссия ранга. Надо добраться до кухни. Выкрикнула я и побежала на кухню. Мальчик же опомнившись, с задорным смехом побежал за мной. Накормив мальчугана, мы решили прогуляться. Ну а что? Дышать свежим воздухом полезно. Пройдя несколько метров, Наруто будто бы током ударила. У нас ведь испытание еще должно быть. От удивления у меня поднялась бровь. Испытание. Что еще за испытание? Я загорелась интересом. Да этот глупый сенсей решил устроить нам проверку. Звучит слишком заманчиво, надо было прийти посмотреть. Я повернулась к нему с серьезным лицом. Наруто, у меня есть просьба. Наверное, слишком уж серьезно. Мальчишка с круглыми глазами посмотрел на меня. Возьми меня с собой. На это испытание я любым способом должна посмотреть на это. Но зачем? С вопросом посмотрел на меня. С меня три порции рамена. Или ты не хочешь пойти в Ичирыку? Все же я решила действовать хитро. Я согласен. Согласен. Быстро кивая согласился Наруто. Ма, он как дети малая точка ну ей богу. Все же надо держать слово. После этой сцены мы направились в Ичирыку. Наблюдая за тем, как Наруто поглощает рамен, я невольно задалась вопросом точка как он так много есть эту гадость. У него там черная дыра? Или что? Вот я не понимаю этого точка это уже четвертая мать его тарелка. Ладно, не буду грузить себя этим, пусть есть точка чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Но все же, как я дошла до того, чтобы меня в какой раз разорял этот говнюк. А все началось с того, что я гуляла по конохе. Все зеленое, погода почти всегда хорошая точка светит солнышко, поют птички. Вот люблю я эту деревню. Ничто не сможет испортить этот день, подумала я. Накаркала, ей-богу. За мыслями, я увидела, как патрульные учихи бежали к краю деревни. Точка, что-то случилось? Уже интересно, точка, идти или не идти? Ма, тяжело. Взвесив, все запротив, я решила все же пойти. Точка, да, пошло оно все. Ну а что, редко тут появляется что-нибудь интересное. Придя на место столпотворения, я увидела, как грибаные учихи. Учихи, мать твою. Не могут поймать мальца. Хлопнув себя по лбу, я решила помочь мальчугану. Ну а что, интересный экземпляр. Надо спешить. Использовав шуншин, я подобралась к мальцу. Точка, он как раз остановился, видимо устал или решил сдаться. Ну чего ты натворил, что за тобой гоняется целый отряд полиции? Спокойно, спросила я. Ничего. Крякнул он. Почему крякнул? Да потому что это так прозвучало. Точка все смешной. Стойте. Вдалеке послышалось. Вот черт. Надо драпать. Вот куда с мальчишкой убегать. Фума. Узумуки. Остановились. Услышав свою фамилию, я поняла, что настал пиздец. Ма, нам пизда на выдохе, проговорила я. Ну что я могу сказать, мы получили профилактическую пиздюлину. Ну и нахер я пёрлась за Узумаки. Точка ещё и заставили смывать краску с забора. Несправедливо. Да что же сейчас говорить? Сглупила, надо было сгребать в охапку мальчуган и тикать. Точка отмывая забор, размышляла я. Думала, спокойно погуляя тут на те. Получите, распишитесь. Ладно, как тебя хоть зовут? Всё равно терять нечего, так хоть познакомлюсь за виновником всего этого. Я наруто Узумаки, будущее Хакаги. Мальчуган с вызовом посмотрел на меня. Мириков Ума, приятно познакомиться Хакаги с Ума. Ну а что, пусть потешится. Мне не жалко, а ему приятно. Осмелюсь спросить, сколько лорду Хакаги лет? Ладно, он не настолько плох. Мне семь лет, я уже поступил в академию. «А тебе, добрая тетя?» С гордостью выкрикнул Хакаги. Я только рассмеялась, ведь была всего на несколько лет старше. Я не тетя, мне только одиннадцать, все же милый мальчик. За работой мы невольно разговаривались, я узнала много нового о Наруто. О интересный мальчик, да и веселый точка узнала о его предпочтениях в еде, и тому подобное. И мы даже успели заскочить в очереку. Вернемся в теперешнее время. За воспоминаниями я невольно задумалась. Насколько Наруто повзрослел. «Эх, старость не радость. Пора бы нам расходиться, уже вечерять, как ты слишком задумчиво проговорил Узумуки. Заночуешь у меня в который раз за день я схватила за руку, ничего не понимающего мальчишку». Переварив услышанное, Наруто смело пошел за мной. Придя домой, мы уселись у меня в комнате и начали обдумывать, что делать завтра. «Ведь какаши-сэн просто завалит их. Ну ведь не просто так он хочет провести это испытание. Но не верю я. Знаю Хатаки почти всю свою жизнь, я не поверю, что это простое испытание. Думай, «Думай, «Думай, слушай, Наруто, а что он говорил про это испытание? Может это хоть что-то даст? М-м-м, но вроде бы он упоминал колокольчите. У меня задергался глаз. Задание с колокольчиками. Серьезно? Я думала, что Хатаки придумает что-то новое. Фух, я уже напряглась, думала, что это, что-то новое. Так и знала, он хочет завалить их. А точка я уж начала переживать, что он изменился и точка ажа от сердца отлегло. «Почему ты так переживаешь?» Мальчик смотрел на меня с искренним непонимаем. «Уж поверь, я знакома с этим человеком много лет, знаю, на что он способен. Точка так, я уверена, это не просто испытание. Ну а что? Я решила немного напугать Наруто. Пусть будет осторожнее. Хотя, это не про него. Реакция пошла незамедлительно. После моих слов у Зумаки съежился. Скажу честно, мне нравится его пугать. У него забавное лицо, когда он боится. Кажется, я больная на голову. Ха-ха, смешно. От и своих же мыслей, я чуть было не начала смеяться. Не надо бояться, мой маленький и пугливый котенок. Хмыкнула я, он богат на эмоции. Точка, поэтому, я люблю выводить его из себя. От моих слов Наруто вспыхнул. Покраснели уши, взгляд рассеянной. Точка, стараясь не засмеяться, я решила немного подурачиться с мальчиком. Хотела кинуть подушку, но тут меня опередили. Я опомнилась только тогда, когда ощутила подушку на своем лице. Засранец. В полете перехватила вторую подушку, и отправила ее назад к отправнику. Наруто не ожидал такого. И с грохотом упал. В, я начала смеяться. Зумаки опомнившись, подхватил мой смех. Не успев вернуться, я оказалась на кровати, а сверху Наруто, который щекотал меня. Извиваясь, будто змея, пыталась вылезти, и отомстить мальчишке. От и смеху начал болеть живот, но я не могла остановиться. Все же я смогла выбраться из своего плена. Начала щекотать Наруто. Но счастье мое продлилось недолго. С диким хохотом, мы упали на пол. Счастливые и красные как раки. Фух, я устала повернув голову в сторону мальчика, увидела как он запыхался. Слушай, Мирика, откуда ты знаешь какаши? Наруто повернулся в мою сторону, и с интересом посмотрел на меня. Я уже честно говоря, не помню. Вот черт, но не могу же я рассказать, что этот человек спал со мной, под одной крышей. Ладно, расскажу точкой, но не всю историю. Но, он хороший друг моего брата. Так я с детства знаю какашисона. С задумчивостью проговорила я. Действительно, я почти всю жизнь знаю хатаке. Помнится, он даже тренировал меня. И да, обращайся к нему уважительно. Все же, какашисон хороший человек. Я попробую. Буркнул Наруто. Надо бы потренироваться с ним. Утром я проснулась на удивление быстро, аж прифигела с этого точка. Видимо, это из-за того, что я была в предвкушении испытания. Да, и черт с ним, хорошо, что проснулась, а не сдохла во сне. Посмотрев спит ли Наруто, я направилась в ванну. Расслабившись в ванной, я думала, что делать дальше. Точка может завтра пойти на миссию. Но я только вернулась. Да, пофиг, если Цунадзе вызовет, тогда я пойду. А сейчас, плевать. Вдоволь отмокнув, я вылезла с ванной. Точка встав напротив запотевшего стекла, я хмыкнула. Протерев зеркало рукой, изумрудные глаза увидели женское тело. Начало невольно осматривать себя. Невысокий рост, может где-то 160 см. Слишком маленькая, хотя это всегда давало мне преимущество в бою. Стройные ноги, хотя ляжки у меня мягкие, точка талии вроде нормальная. Не жалусь, точка плоский, живот, точка грудь есть. Этим природа не обделила меня, точка дала бы лучше чакры, да побольше, точка руки, как руки, точка ключицы слишком видны. Шея, точка круглое лицо. Брат всегда шутил, что я как яблочко, точка это из-за моих щек, а точка мягкие губы, ровный нос, благо я его еще ни разу не ломала, точка глаза как у кошки, зеленые, точка и конечно же брови. Волосы, волосы, как волосы, точка длинные, белые, почти как снег, точка немного вьются, точка доходит до колен, точка люблю заплетать их в косу, точнее он или она это любили. Не люблю их. Помню, как моя голова была на коленях у женщины, точка она перебирала их, гладила по голове, поцеловала в лап, точка не уверена, что это была женщина, точка просто волосы того человека, были длинными и темными, как ночь, точка или может это мне приснилось. Этот человек любил их. Так бы и обрезала это сено на голове. Но я знаю одно, этот человек дорог для меня. Не помню больше ничего. Жаль. Может уйти в странстве. Или, может подписать контракт с призывным животным. Идея заманчивая, точка так и сделаю, точка обдумаю все это позже, точка сейчас главная нарута, и это чертово испытание. Кстати, а у Зумаки, надо бы разбудить его. Войдя в комнату, я увидела мирно посапывающего ребенка. Я ухмыльнулась. Вставай салага. Работать пора. Прокричав, начало наблюдать за реакцией. Мальчишка подскочил с кровати, и удивленными глазами посмотрел на меня, точка потом видимо что-то подумал, и посмотрел на часы, точка его глаза округлились. Как? Я опаздываю. Сначала прошло уже три часа. Пфф, ребенок. Отставить нытье. Ноги в руки, пизду и умываться. Услышав мои слова, нарута прозрел, точка пули умчавшись в ванную. Тем временем я пошла готовить завтрак. Узумаки вернулся недовольным. Садись жрать. Попивая чай, приказала я. Но я опаздываю на испытание. Выкрикнул нарута. Успокойся, у нас поменьше мери, есть еще полчаса, точка как я уже говорила, хатаке очень хорошо мне знаком, он любитель опаздывать, точка так, садись, точка спокойно объяснив, начало собирать волосы в хвост. После этого, завтрак прошел в тишине. Выйдя из дома, мы направились на полигон номер восемь. Добрались мы быстро, точка так, нарута сгорал от нетерпения, точка я слишком устою от этого ребенка, точка черт. Приземлившись на поляну, я увидела темноволосого паренка, точка видимо, у чешонок, точка ты, а еще заноза в заднице моего мальчика, точка н, я буду встревать в этот детский сад, точка, а в корнях дерева сидела розоволосая девочка, точка сакура, точка только, из какого она клана? Или бесклановая? Интересная у них команда. Увидев узумаки, девочка подскочила к нему, точка обнять что ли хочет. Хм, не знаю. Замахивается. И как ебнула по голове. Это пиздец. Других слов у меня нет. Ладно, не буду встревать, это их дело. Я спокойно прошла к дереву, и запрыгнула на его ветку, точка привычка, точка да и там удобнее. Устроившись поудобнее, я начала наблюдать за перепалкой. Скажу честно, не знаю сильно ли сакура, но она меня выбесила, точка слишком громкая, точка ладно, это дети. Взгляд метнулся к учихе. Золотой ребенок, сел и сидит себе в тишине. Я давно почувствовала слежку, точка какаши сан. Метнув взгляд в его сторону, я явно дала понять, что его засекли. Он даже не пытался спрятаться. Какаши сан хотел проверить генинов. Даже учиха не увидел? Или просто не хотел говорить? Плевать. Я спрыгнула с дерева, ладно, пора бы познакомиться за друзьями моего солнышка. Мило улыбнувшись, я подошла к троице. Привет. Давайте знакомиться, ладно, поиграю пока на публику. Сакура, же первой заметила меня, точка и с интересом начала разглядывал меня. Я же просто взъерошу волосы по своему солнышку. Нару, не хочешь представить меня своим друзьям? Услышав это, Наруто встрепенулся и оживленно начал рассказывать обо мне. Двое слушали меня за интересом, правда учешенок пытался скрыть это. Дурачьи. Я Сакура Харуно. Люблю розовый. Проследив за ее взглядом, я наткнулась на учиху. Йодрит Мадрит. Она любит эту ледышку. Честно, я прихуела. Выпросительно посмотрев на учиху, видимо он понял. Саски учиха дальше мне не было и интересно слушать разговоры троицы. Точка хотела уже вернуться на ветку, как Кокашисон пришел. Точка начинается веселье. Я развернулась и направилась в его сторону. Здравствуйте, Кокашисон, надеюсь я не помешаю вам. Интересно, что он на этот раз придумает. Кошка пробежала? Или бабушку переводил через дорогу? Ха таки в знак приветствия просто кивнул мне. Все хорошо, Мирика точка уэн засекло, что я чагото жду. Точка быстро. Кокаши. Ты почему опоздал? Начало орать мое золото. Точка я же только выдохнула. Точка подойдя, стукнула его ребром ладони. Что я тебе говорила? Раздраженно напомнила я. Это все начинает действовать на нервы. Узумаки виновата посмотрел на меня. Просите, какаши сен си точка переварив услышанное, удовлетворенно улыбнулась. Ха таки с вопросом посмотрел на меня. Воспитательная беседа или профилактическая пиздюля натиху ответила я. Ладно, иду на дерево. Спиной чувствую, как какаши сен благодарно смотрит на меня. Устроившись поудобнее, я начала наблюдать. Ма, когда уже начнется испытание? Мне уже скучно. Точка может, ну его, свалить в закат. Услышав шум, я обратила внимание на хатаке. Точка последний же уклонялся от атак Наруто. Я хлопнула себя по лбу. Точка это не бой, а самый настоящий цирк. Неинтересно, надо было дома сидеть. Точка иной дура я. Наблюдая за боем, ну точнее за цирком, невольно погрузилась в раздумья. Кто тут парень? Ему нравились мои волосы. Что он за человек? Где он сейчас? Да и что с ним? Слишком много вопросов, ответов ноль. Может, это какой-то мой знакомый. Точно. Надо будет у Кукаши сына спросить, может он и его знает. Точка главное не забыть. Ладно, что там с испытанием? Взглянув на полигон, я увидел и пиздец. Харуна блять, вот Руби. Наруто отправили в полет с самой мощной техникой тысячелетий боли. Страшная штука. Учишинок, что ты да, пытался сделать. Точка ладно, я поспешила, не такой он уж и плохой. Точка чутка преувеличила. Нахер я сюда пришла? Может, хоть выклинчить тренировки у хатаки? Хоть что-то хорошее будет? Может, хоть вздремну? Да, так и сделаю. Устроившись поудобнее, я погрузилась во тьму. Снился мне тот парень, он все так же мучил мои волосы. Осмотревшись вокруг, я поняла, как же здесь красиво. Точка зелень, цветуют, да и птицы поют. Осталось бы здесь навсегда. Жаль только, что это невозможно. Может, ну его, эту реальность. Точка я решила плюнуть на все и расслабиться. Точка все же это приятно. Он расчесывал мои волосы, перебирал их, заплетал косы. В общем, мне понравилось. Жаль только, все это жалкий сон. Всего лишь, жалкий сон. Проснулась, я от того, что Кукашисин отчитывал этих умников. Спустившись к ним, я потянулась и сладко зевнула. Бодро улыбнувшись, я подошла к ним. Как результаты? Прошли? Поинтересовалась девушка. Им просто повезло. Точка колокольчики, они так и не забрали. Спокойно проговорил Хатаки. А ты, я смотрю, выспалась? С ухмылкой проговорил мужчина. Я же в ответ просто рассмеялась. Ну что вы, за вашим боем было очень интересно смотреть. С такой же ухмылкой ответила я. Девушка повернулась к генинам и тут же встретилась с тремя заинтересованными взглядами. Мирика вопросительно подняла бровь. Возуму Кихару нахитро улыбнулись. Не люблю детей. Я вопросительно взглянула на Хатаки. В ответ он просто пожал плечами. Кукашисин, у меня к вам есть праздьба. Медленно начала я, ну а что, вдруг спугнул и он удерет от меня. Встретившись с темным глазом, я решила продолжить. Через недельки-две вы свободны. Дети сразу же прислушались. Верно. А ты что-то хотел. Хатаки понимает к чему она ведет, но только надеется, что это окажется неправдой. Взяв Кукаши за две руки тогда, потренируйте меня. С задорным огоньком в глазах, выкрикнула я. Кукаши 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 что-то новое скажет. Прежде чем призывать животное, потенциальный призывающий должен сначала заключить контракт с животным и слэш или его видом. В большинстве случаев, нужно написать в свитке, кровью свое имя. Контракт будет действителен даже после смерти призывателя. С задумчивостью пояснил Хатаки. Неужели ты захотела призывное животное? Кукаши с подозрением начал присматриваться мне в глаза. В ответ я просто кивнула. Ты хочешь конкретное животное? Или случайный призыв? Размеренно начал он. Я еще не определилась. Скорее всего, второй вариант. Блин, надеюсь не слезняки, или другие скользкие животные. Ненавижу их. От одной только мысли о слезняках меня бросает в дрожь. Спасибо вам, какаши сон, я пойду. Неожидание ответа, я развернулась и пошла домой. Я торчала на грибаном полигоне, полчаса, точка, полчаса. Мать твою! Метаясь в сомнениях, я все же решилась на это. Надеюсь, не слезняки. Только бы не слезняки. Складываю печати. Кабан, собака, птица, обезьяна. Надкусываю зубами палец, точка, момент. Прикладываю руку к земле. Облачко дыма рассеивается. И на глаза мне попадается пантера. У меня задергался глаз. Не люблю кошек. Пантеры призывные животные моего брата. Совпадение. Не думаю. Ну да ладно. Ты меня призвала. С гордыней в голове отозвалась кошка. Да, как я могу к вам обращаться? Надо, вежливо обращаться, точка, а еще брату расскажет, тогда мне точно не сдобровать. Имя мне Айза, точка, а твоя, человеческая девчинка. С нескрываемой неприязнью отозвалась кошатина. Мирика, фу, ума, будем знакомы недовольны начала я. Фу, точка, мерзкие кошки, точка, или это только она такая. Пойдем со мной, человеческое дитя уже более спокойно начала говорить Айза. Я притронулась к ей лапе, и в ту же секунду меня заслепил яркий свет. Глаза начали болеть. Только бы меня не прирезали, точка, а как-то нехорошо получится с какашисаном, точка, все же, я едва уломала его на тренировке. Очнувшись, я оказалась в ебаных джунглях, точка, довольно-таки неплохо, точка, могло быть и хуже, точка, ярко светит солнышко, точка, сразу же вспомнился Наруто, точка, неплохое сравнение, точка, все зеленые, точка, трава, деревья, кусты, точка, все прилично. Всю атмосферу портит только недовольная Айза, точка, все. Не хочу никуда идти. Блин, нос ей бей, пожалуйста. Иди за мной, видимо, Айза решила не церемониться со мной, ведь уже через секунду она сорвалась с места. Твою мать! Куда она побежала? Бегла, осмотревшись, все же сумела найти ей след. Рванув в гущу леса, мало что разбирая, я едва не упала, точка, ветки бьют в лицо. Все в лианах. Деревья слишком высокие, точка, или мне кажется? Да нет. Деревья раза в два, а то и три, больше обычного. Куда я попала? Беру себя в руки, и максимально быстро пытаюсь бежать. Бежала я недолго, точка, минут пятнадцать, не больше. Фух, устая точка, водолики видна поляна, точка, все зеленые, точка, глаза выдает. Приближаясь к поляне, я начала замедляться, точка, ну а что? Вдруг еще силы понадобятся. Выйдя на эту поляну, я вижу Айзу. Пошли, и побыстрее, точка, рявкнула та. Мне же ничего не оставалось, с громким вздохом я направилась за ней. Пантера завела меня в храм, точка большой, заросшей мэхом и всякой живностью. Внутри же он оказался гораздо больше, чем я предполагала. В моей поле зрения попало множество проходов, статуй, и даже фресок. Красиво, храм уже выполнен в готическом стиле. Меня завели в большой зал, внутри которого сидела старая пантера. Подойдя к ней, Айза поклонилась, точка, я же решила просто повторить за ней, точка, надеюсь, меня не прирежу. Здравствуйте, старейшина Ринета, звалась Айза, точка, я же невольно ощутила могущество, которое исходило от старейшины, точка, мою нутро чует, что ей лучше не переходить дорогу. Этот человек хочет подписать контр, а Айзек не дали договорить. Помолчи, я хочу услышать это лично, точка, но ей надо бояться, тебе не причинят вреда, точка, но уже, говори, человеческое дитя. Медленно проговорила старейшина Ринета. Громко сглотнув, я начала говорить. Здравствуйте, я Мирика Фума, точка, решила подписать с вами контракт, точка, также, это был случайный призыв. А что говорить то? Изложила все, что могла. В ответ же, старейшина окинула бы меня взглядом. Тыси страхи рукопропелорине. Слишком уж довольна эта старейшина, точка, подозрительно. Я удивилась, мы с братом, конечно, похожи, разные у нас только глаза, да и оттенок волос, точка у меня не более белый, у него же отливают синим. Да, это так, точка, как вы узнали? Ради приличия нужно спросить. Запах, точка, у вас схож запах. Фига, прям как и надзука, точка, интересно, я так же смогу? Можно спросить, а чем мы с братом пахнем? Надеюсь, не воняю, а так как-то не очень получится. У брата твоего запах хвоя, дыма от сигарет и вина. У тебя же что-то сладкое, так же вину и чую. Запах мужчины, точка, из-за этого тебе передался запах сладкого, точка, вишни, присутствует легкий запах вишничьего. Запах мужчины. Но у нас с братом запахи схожи. Ну с вишней, то понятно, я люблю вишню. Спасибо, я поклонилась. Что-то мы отъехали от темы, точка, ты подпишешь контракт с любой понтирой, точка, у тебя не будет права выбора, точка, тебя саму выберут, точка, и с легким оскалом, проговорила Рения. Аиза старейшина повернулась в ее сторону, проводя нашу гостью в ритуальную комнату, старейшина вышла из зал. Аиза же, в свою очередь, повела меня в противоположную сторону, точка, ведя меня по коридору, я начала бегла осматриваться, точка темной сыра, хорошо, что хоть немного света шло от факелов, что висели на стенах. О! Я вижу свет в конце туннеля. Выйдя на большой зал, он немногим был больше, чем предыдущий. Меня заслепило, разлепив глаза, я прифигела. Старейшина Рения стояла в центре зала, окруженная пантерами. Их было немного, около двадцати штук. Мирика, стань в центр. Старейшина отошла в сторону, давая мне проходить. Став на веленое место, я начала ждать. Кто хочет быть компаньоном этого человеческого дитя? Помните, от этого выбора будет зависеть ваша жизнь. Точка, все сочтенное вам время, вы будете связаны, точка, связаны кровью. Вы не сможете отречься от этой связи, точка, проведете остаток жизни и вместе, точка, жизнь пантеры будет напрямую зависеть от жизни человека, точка, так и наоборот, точка, Рения с гордостью начала осматривать своих подчиненных. Начинаю переживать, вдруг меня никто не выберет. Если приглядеться, то все пантеры похожи. Примерно одного возраста, точка, только окрасы всех разные, кто-то рыжий, серый и одна черная. Они с подозрением осматривают меня. Подняв голову вверх, девушка окруженная пантерами насторожилась, точка, оборачиваясь, она замечает, как к ней подходят черные, как смоль пантера, точка, белокурая девушка, поклоняется, точка, пантера же, обходит ей кругом, точка, принюхивается. Я выбираю ей. Сощурив глаза, отвечает он. Подними голову, дитя, теперь вы вовеки связаны, точка, подала голос Рения, точка, я же подняв голову, встречаюсь с красными, как кровь глазами. Старейшина кинула мне свиток, точка, в нем мы кровью вписали наши имена и поставила отпечаток пальца, а пантера лапы. Имя мне Аказа, будем знакомы человек, точка, виляя хвостом, сообщит он. Будь осторожнее, от твоей жизни зависит моя, точка, так зови, точка, спокойно, говорит Аказа. Ага, от удивления, я не могу и слова вымовить, точка, гляда на него, я чувствую силу, точка, не очень хочу злить Аказу. Забыла сказать, Аказе только год исполнился, так что он будет с тобой, пока не достигнет определенного возраста, точка, то есть, он отправится в человеческий мир вместе с тобой, точка, промурлы калориния. От ей слов я нехило так офигела. Можно сказать, я рада, точка, дома и так пусты, точка, хоть будет с кем поговорить, точка, Наруто ведь не всегда будет свободен. На большой кровати лежит девушка и читает книгу, точка, около нее лежит зверь и виляет хвостом, точка, положив голову девушке на спину, пантера вглядывается в книгу, точка, НЕ увидев ничего интересного, он закрывает глаза и устраивается поудобнее. Боковым зрением видя это, девушка тихо хихикает, точка, ведь прошло уже две недели, как они связаны. Сначала было непривычно свыкнуться с мыслью, что вот так с тобой будет ходить пантера, точка, иди по деревне, все оборачивались и смотрели вслед, точка, сейчас же всем плевать. Да и я привыкла, как Ази, точка, все же приятно, когда кто-то вот так просто с тобой. Хоть иногда Аказа бывает колким и резким, он неплох, точка, даже милый иногда. Кстати, уже должны начаться тренировки, скакавшись и нам отложив книгу в сторону и перевернувшись на спину, я начала поглаживать пантеру, что так удобно устроилась на моих коленях. Надо будет зайти к нему с задумчивостью, проговорила девушка. Хотела уже встать, но меня остановил голос, успокойся, никуда твой хатаки не убежит, перевернулся на спину Аказа. Но ей-богу, вечно он и так, смотря на него, тоже хочется остаться в кровати. Пойдем на кухню, кушать приготовлю, вставать с кровати, я потянула за собой пантеру. С обреченным вздохом он направился за мной. Зайдя на кухню, девушка услышала, что входная дверь щелкнула, точка, в проходе показался высокий парень, точка, сверкнув взглядом, он направился к Америке. Обернувшись, девушка бросилась к юноше, точка, парень же едва удержался на ногах. Харука. Парень поднял свою сестру и покрутил, точка, девушка задорно засмеялась. Ты на миссии так долго был. С радостью в голосе запела Мирика. Прости уж своего брата, точка, миссия была долгой, Харука неловко почесал затылок, точка, ох, а уж это его привычка. Садись за стол, проговорила девушка. Фума начала быстро раскладывать столовые приборы, и раскладывать еду по тарелках, точка, когда дело было закончено, завязался разговор. Вижу, ты заключила контракт с пинтерами, парень начал рассматривать пантеру. Ну и как же тебя зовут? Спросил Харука. Имя мне Аказа, глупый человек, пантера недовольно начала осматривать моего брата, точка, разъяренно размахивая хвостом, Аказа развернулся и побрел в мою комнату. И чего это он? Я с непониманием покосилась в сторону пантера и точка, прости его, он мне в настроении сегодня неловко вышло, надо будет расчехлить Акази. Расслабься, большинство пантер с характером точка, да и ревнивые, так что привыкай. С улыбкой объяснил брат. Решив не зацикливаться на этом, сразу же начала задавать интересующие меня вопросы, а сам-то ты как? Как миссия прошла? Не ранен? Девушка начала засыпать юношу вопросами. Все хорошо, я цел. Миссия не была тяжелой, просто длительная, да и только с улыбкой проговорил парень. Разговорившись мы и не заметили, как пролетело время, точка, настала глубокая ночь, точка, решив расходиться, мы побрели по своим комнатам. Войдя в комнату, я сразу же плюхнулась на кровать, на ней уже лежала пантера. Видимо спит. Ну ладно, я хотела немного посидеть с Аказой. Будить как-то не охота, точка, пусть спит, а то еще мстить начнет, точка, о, ты этой мысли аж в дрожь бросает. Кинув взгляд на тумбу, которая находилась около кровати, девушка пригляделась к цифрам, что высвечивались на часах, точка, она тут же округлила глаза. Чего? Пол четвертого утра. Твою мать, со вздохом мученика, Мирика медленно опустила голову на подушку. Блин, опять не выспляюсь, точка, хорошо, что хоть какашисан поздно встает, точка, надеюсь, он в деревне. Веки тяжелеют, будто бы наливаются свинцом, точка, нет сил бороться, поддаюсь соблазну и закрываю веки, точка, складывается ощущение легкости, невесомости, точка, будто бы я перышко или маленькая букашка, точка, настолько легкая, что создает свои ощущения того, если подует ветер, то меня унесет. Потом же, я опускаюсь с небес на землю. Скрижет металлу, точка, видимо идет сражение. Бойня, точка, кровь, точка, повсюду чьи-то конечности, точка, запах горелого мяса, видимо у коготу котон. Идя по земле, я чуть не упала, точка присмотревшись, мои глаза расширились от шока. Нога, человеческая нога. Я чуть не упала на чье-то тело. Кажется, все, что я съела на ужин, вот-вот вылезет наружу. Живот скручивает спазмом. Содержимое моего живота, отчетливо просится наружу, точка, как кот, который хочет нагадить, точка, только вот, боится, точка, ведь его за это по головке не поглядат, точка, поэтому он царапает дверь, за это тоже ему достанется, точка, но он этого не понимает, точка, понимает только язык боли, точка, как и люди, точка, люди тоже не понимают слов. Стараюсь не акцентировать внимание на тошноту. Бегу, точка, из-за дыма глаза начинают слезиться. Терплю. Сдаюсь. Продолжаю бежать с уже закрытыми глазами, точка, еще чуть-чуть, точка, еще немного, точка, дыма уже меньше, точка, значит выход уже близко. Только два варианта, спасение, точка, или верная гибель. Сердце сжимается, точка, в мыслях прокручивается только одна фраза, только бы не гибель, точка, я хочу умирать. Не хочу умирать, дым почти не чувствуется, точка, я выбежала на открытую местность. Разлепив веки, взгляд натыкается на обладателя черных перьев. Ворона. Нет, не так. Вороны пожирают остатки, точка, и х тут сотни, точка, и на езре они предвестники смерти. Когда эти птицы летят за шинобе, они чуют, что скоро подкрепятся, точка, поэтому в виде стая ворон уже понятно, что скоро все будет усеяно трупами, точка, и разу не было такого, чтобы с поля битвы улетела несытая ворона. Или же это просто мне так не везло? Плевать. Осматриваясь точка, от этого картины не становится лучше, точка, так же много трупов, точка, конечностей. Из-за этой картины, ноги начинают становиться ватными, точка, не гнущимися. Дыхание перехватывает, точка, так горячо желаемый, кислород просто не поступает в легкие, точка, и наедет. Стараясь сделать такой нужный глоток воздуха, не замечая, как зацепившись ногой за труп, падаю, точка, падаю. Падаю в пучину бездны. Темнота, точка, хоть глаз выколи. Ощущение полета. Нет. Падение. Падение выбивает весь оставшийся кислород из легких. Чувствую хруст. Нема или это ребра. Боль или нет. Хочется исчезнуть. Открываю глаза, точка, вокруг солнечной, точка, все зеленая, кажется, весна. Так ярко, глаза начинают болеть. Сфокусировав взгляд, я натыкаюсь на мальчика, точка, темноволосого мальчика, точка, лицо размытое. Кажется, он что-то лепечет, точка, не могу разобрать слов, но голос веселый, точка, хочется подорваться, но тело не слушается. От бессилия, хочется плакать. Так спокойно, все в цветах. Поют птицы, точка, ласточки, воробьи, точка, летают бабочки. Это что, картина из моих мечтаний? Опять это чертова поляна. Из раздумий меня вывел голос, Мирика, ты слушаешь? Детский голос, но такой властный, точка, хоть я и не знаю этого мальчика, но сердце хочет остаться с ним, точка, душа же, наперекур сердцу, рвется прочь, точка, рвется на свободу. Душа кричит не оставаться. Страшно. Если останусь, то он будто бы, змея, покрепче обхватить мое тело, точка, поглотит меня, точка, залезет под кожу, точка, сожмет в тиски, точка, сломает мне ребра, скрутит шею, вытянет внутренности, сдерет кожу, как зайчика. А может, это все просто сон? Все слишком реальное. Я схожу с ума? Опять темнота, правда открыв глаза, я оказалась в своей комнате. Это вызывает подозрения. Приняв сидячее положение, я начала осматривать окружение. Стол, стул, шкаф, ковер и книги, точка, все на своих местах, как было. Приглядываясь к кровати, точка, пустота, чагото, не хватает, точка, вернее, когото. Где оказа? Вопрос застревает в горле, так и не дойдя до выхода. Может, на кухню вышел? Наверное. Разумом начинает овладевать паника, точка, такая мемерская, точка, липкий страх начинает распускать свои кандалы, точка, мозг отключается. Оказа? Ты где? Сиплый голос, разрезал тишину комнаты, точка, в окромешной тишине, он показался чересчур громким, точка, я скривилась от своего же голоса. Чего тебе? На всю комнату раздается грубый голос, точка, от неожиданности я аж подпрыгнула, сердце ушло в пятки. Ты где был? Я же осматривала комнату. Его нигде не было, но не мог же он из воздуха появиться. Подозрительно. Под кроватью я был недовольный, голос вновь разрезает тишину. Мне от сердца отлегло. Иди сюда, точка, скажу честно, мне страшно, точка, страшно до потемнения в глазах, до дрожи в коленях. Без всяких слов, пантера запрыгивает на кровать, точка, я же в свою очередь сгребаю его в охапку, точка, удобно умастившись, я пытаюсь заснуть. Заснув под утро, я едва смогла разлепить веки, точка, хотелось назад в кроватку, точка, поспать хотя бы несколько часиков, точка, или же, просто остаться дома, точка, я начинаю превращаться в хатоке сына, точка, кстати, о последнем, надо поспешить. Встав с кровати с громким зевком, девушка потянулась, точка, осмотрев комнату, она отправилась в ванную. Сделав утреннее дело, и приготовив простой завтрак, точка, Мирика решила направиться на полигон. Девушка решила идти напрямую, то есть через центр деревни, точка, в шумных улицах не было ничего примечательного, точка, все куда-то спешат, точка, смеются, точка, ведут непринужденные беседы, точка, все как всегда, точка, спешат на площадку, или в академию, точка, взрослые, на роботу, или по своим делам. Взгляд зацепился за скалу, хакаги, точка, выгравированные лица управляющих деревней, точка, и хабы, 4. Первый, хакаги, хаширамасинджу, точка, второй, табирамасинджу, то есть младший брат, первого, точка, четкий мужик, точка, третий, хирузинсарутебе, не люблю его системы управления деревней, точка, и, четвертый, минатанамикадзе, кажется, с ним деревня бы процветала, точка, но, видно не судьба. Сейчас же главой деревни является третий. Учуя в знакомый запах, ноги сами понесли меня в знакомую раменную, точка, подойдя ближе, рукой отмахнув занавески, я села на стул. Здравствуй, мирикачан, точка, ты сегодня без Наруто? С удивлением спросил хозяин раменной. Так уж случилось, рука сама потянулась, почесать затылок можно мне рамена? Конечно, с неизменной улыбкой, ответил Теучесон. Придя на полигон, девушка сразу же уселась в корне дерева, точка, седавласый мужчина только обреченно вздохнул, точка, присев в позу лотоса, он сразу же достал большой свиток. Девушка, видя это, коварно улыбнулась, точка, лукавым взглядом, осмотрев мужчину сидящего напротив, начала размышлять, что он придумал, точка, переведя взгляд на свиток, глаза загорелись с интересом. Мужчина, видя это, спрятал свиток за спиной. Помотав головой, он явно дал понять, что свиток покажет позже. Ладно, пора приступать, точка, для, проверим твою выносливость, точка, потом займемся чем-нибудь более интересным, точка, удобнее умастившись, он продолжил, точка, давай сначала, пятьдесят кругов по полигону, точка, сто отжиманий, ну и пусть будут, приседания. Доставая книгу с оранжевой обложкой, он удовлетворенно улыбнулся. Глядя на это, девушка только обреченно кивнула, точка, разомнувшись, начало исполнять. Пробежав сраные пятьдесят кругов, отжавшись, и закончив приседания, Мирика уселась на землю, точка, кашлянула в кулак, чтобы привлечь внимание мужчины. Последний же, встрепетнувшись, начал осматривать Мирика. Увидев не сильную дышку, он улыбнулся, точка, все же, ее страдания доставляют ему удовольствие. Ну, и как ощущения? С ухмылкой спросил он. Нормально, могу столько же. Растянув улыбку до ушей, проговорила та. Похвальный настрой, теперь перейдем к следующему этапу. Отложив книгу в сторону такс, теперь надо проверить физические показатели. Устроим спарринг. Смелая улыбка закончил он. Поднявшись с земли, и встав друг напротив друга, точка, они приготовились. Неожидание знака, девушка рванула к хатаке. С размаху впечатывая руку в землю, на которой всего секунду назад стоял мужчина, точка седа в лас и просто отпрыгнул в лево. Ожидавшая такого девушка, ухмыльнулась. Одной рукой доставая куна из-под сумка, другой же складывает печать теневого клонирования. На полигоне появилось еще две белокурые девушки. Как по приказу, два клона с кунами рванули к хатаке. Девушка же, видя, что клоны начали отвлекать, достала из-под сумка парализирующие печати. Надежно спрятав их в рукаве. Отлегшись, она едва сумела уйти от удара. Завязался рукопашный бой, в котором шло все, что только было. И вот в лицо летит кулак, в последний момент спасаясь блоком. Возаношу кулак. Нубью с локтя другой руки в живот. Хатаке же легко увернулся от этого. Девушка медленно начинает завереть. Незаметно создавая еще двух клонов, которые тайком отпрыгнули к деревьям. Футан, великий огненный шар, выкрикивает девушка. Огромный огонь летит в сторону мужчины. Точка последний просто отпрыгивает. И вот, клоны до этого сидевшие в засаде. Точка будто бы только этого и ждали. Выпрыгнув с двух сторон попытались ударить копирующего нинзди. Хатаке не ожидавший этого, ну или просто поддался, отлетел к дереву. Может использовать райтан. Это будет глупо. За размышлениями, она не заметила, как из поляны исчез Хатаке. Твою мать. Оглянувшись, никого не увидев и не почувствовав чакры точка ПО не видно. Сверху. И как по команде, с огромным грохотом, на землю приземлился мужчина точка в руке, которого рейкири. Девушка же, отпрыгнула. Какаши понесся на оппонента. Уворачиваясь, это так в последний момент, мозг перегружается. Хатаке заносит руку с рейкири. Сейчас мое лицо встретится с его техникой. Все как в замедленной съемке. Ну или проще сказать, что мозги начали действовать быстрее точка и вот в последний момент я скольжу у него под ногами. Оказываясь сзади, я пытаюсь прикрепить к его спине печать. Точка получилась. Не давая мне радоваться, я чувствую, как меня скручивают и валят на землю. Кое-как я поворачиваю голову, и вижу довольного кукашисона. Который без зазрения совести садится на меня. Кряхтя и пыхтя я пытаюсь что-то сказать, но меня нагло прерывают. Ну, вообщем-то, стиль боя у тебя неплохой. Точка не достаёт скорости и силы. Также, вижу у тебя райтон. П. У твоей руки прошёл электрический разряд. Точка видимо ты хотела прикончить меня моей же техникой, но вовремя остановилась. Приложив руку к подбородку, толкует хатаке. И то, что немаловажно. Т. И дерёшься как зверь. И мало используешь техники. Т. И полагаешься на физическую силу, которой у тебя не хватает. Сзывком продолжает он. Минусов у тебя хватает. Но плюсов, пока что больше. Надо подтянуть райтон и физическую силу. Какого лешего ты отвлекаешься во время боя? С упрёком спрашивает он. Какаши сенси, может, вы на конец ты слезете за меня? С мольбой в голосе прошу я. Что ты там бармочешь? А, не переживай, мне удобно. Потянувшись, говорит он. Кажется, у меня дёргается глаз. Все же, хатаке сенс слезает с меня. Точка, я же наконец переворачиваюсь и приземляю пятую точку на землю. Хватаясь за руку, кукукаши сена, встаю. Разминаю спину и жду дальнейших указаний. Но вместо этого, чувствую, как он рукой гладит мои волосы. В недууме поднимаю взгляд и встречаюсь с его глазом. Молодец, ты хорошо постаралась и в голосе хатаке сена проскальзывает нежность или мне показалось? По деревне бежит маленькая девочка. Ветер развеивает милое голубенькое платьице. Лицо украшает белоснежная улыбка. В изумрудных глазах отражается солнце. От бега два длинных хвостика подпрыгивают то вверх, то вниз. Девочка несётся вперёд, не замечая других людей. Несколько раз люди оборачивались и смотрели на неё с упрёком. Девочка уже выдохлась, но продолжает бежать. И вот ещё три поворота и она добежит к воротам. Заворачивая за угол, не видя человека напротив она врезается в него. Бросив беглое простите девочка продолжает бежать. На глаза попадаются заветные ворота. Начинают бежать с удвоённой силой. И вот к деревне подходит парень. Седой юноша не успевает перейти за ворота, как на него несётся ураган. Какаши. С воплем девочка бросается на вышеупомянутого, стискивая его в объятиях. Хатаке же ничего не остаётся, как в ответ обнять девочку. Ма, осторожнее маленькое недоразумение. Сейчас вдвоём упадём. С вселенской усталостью в голосе говорит Хатаке. Зато вместе будем падать. С воскликом парировала та, в ответ же прозвучала тихий хмык, и на голову девочки ложится тёплая ладонь. Куда брата потеряла? Оглядываясь, спрашивает какаши. На миссию ушёл чешет щёк, ушёл где-то дня три-четыре назад. Не говорил когда вернётся. В ответ же девочка выкрикивает неа. Но зато он сказал, что ты присмотришь за мной. В глазах сияют искорки. Ладно, Мирика, пойдём сначала на рынок а потом домой занесём калу Хакаги. Так пойдём же быстрее. Взяв за руку Хатаки, она потащила его вперед. Последний же покрепче ухватился за руку. Идя по оживлённому рынку, девочка не знала что делать. От и скуки хотелось сбежать, но бежать то никуда. Да и как тут сбежишь когда тебя крепко держат за руку. Гляд как какаши выбирает помидоры, она скривилась. мальчиков. Видать братья. Единственное различие это длина волос. У старшего волоса длиннее, да и скрепленной лентой. А младший у него наоборот волосы короткие и торчащие. Торчат прямо как у какаши. У какаши волосы красивее. Из-за своих мыслей, она невольно перевела взгляд на волосы юноши крепко держащего ее руку. Рука Хатаки поднимается в приветствии. Выгнув бровь она поворачивает взгляд туда куда смотрит Хатаки в ответ девочка просто кивает головой. Понравился? С издевкой в голосе спрашивает юноша. Девочка мгновенно вспыхивает. Чего? Нет. Ни в коем случае. Выкрикивает она. У него темные волосы, мне такое не нравится уже спокойнее продолжает девочка. Не любишь брюнетов? Издеваясь спрашивает какаши. У каждого свои вкусы, так что ты не стесняйся. Девочка еще сильнее краснеет. Ты ведь еще такая не маленькая, а уже приходится отгонять мальчишек. Жалуется Хатаки страшно представить что будет когда ты вырастешь прикладывая руку к лбу продолжает он. Вот выйду за тебя замуж и не надо будет никого отгонять. С умным видом говорит девочка. От удивления у кукаши поднялась бровь. И чего это она удумала? Женится на мне? Главное чтобы ей брат не узнал а то не сладко мне будет. За своими мыслями Хатаки не заметил что девочка протянула свой мизинчик. Ну чего ты смотришь? С удивлением спросила та. Кукаши же с вопросом поднял свои глаза. Ну так что сделаешь мне предложение когда я вырасту? Или мне сделать? С умным видом продолжает если хочешь то когда я вырасту сделаю тебе недоумие подняв глаза она видит как кукаши смеются. Округлив глаза девочка смотрит как смеются юноша. Ты чего смеешься? С большим недоумием спрашивает та. Да так ничего. Протягивая пальчик говорит он. Ну уж лучше предложение сделаю я. Скрепляя пальцы протягивает он.